Дай почитать. Но все же, отмечу сразу, он историк, а не историк литературы и непрофессиональный литературовед. А писать ему приходится и о Котлеревском, и о Гребенке, и о Квитко Основьяненко, и о Шевченко, но главное о Гоголе. И именно здесь, при всем глубоком почтении к автору, начинаются у меня вопросы. Пусть, может быть, и нелепые, но вопросы. В конце концов, по происхождению и прожитым 17 годам я украинка. Имею право спросить. Книга впечатляет обширностью, необыкновенной и обаятельной смелостью, широтой охвата исторических событий. Беряков, родившийся в Свердловске, безусловно интересный историк. Все же не истинный украинец. Он пишет прекрасно, аргументированно, правдиво, глубоко, но до конца все же не постигает он сутей хохлатской души. Ни Шевченко, ни Гоголя, ни какого-либо другого малороссийского автора, волею судьбы оказавшегося в Великоруссии. Это не пособие по истории украинско-русских взаимоотношений. Более того, он благоразумно не переходит границу 19 века. Книга чрезвычайно богата воспоминаниями, ссылками на документы, исторические факты. Нет, нельзя потерять здесь нить рассуждений. Все выверено, все логично и четко. Беряков развенчивает много мифов, объясняет много небылиц, пытается установить историческую истину. Ему это удается. К сожалению, многим продвинутым читателям это покажется не по вкусу ни в России, ни на Украине. Слишком много эмоций, чувств, предубеждений, стереотипов сформировалось и в России, и на Украине. Но мы-то с вами, дорогие слушатели, все это уже преодолели. И с интересом читаем замечательный труд Сергея Белякова «Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя 16+.» Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское 65 и Ленина 103А. До новых встреч!